В российских городах, похоже, настоящий культурный бум. Едва в Москве закрылась выставка Серова, которую посетили почти полмиллиона человек, люди устремились в филармонию. Большинство абонементов раскуплено уже в первые часы продаж. Ольга Паутова разбиралась, в чем причина ажиотажа, заодно узнала, на что можно будет сходить еще. А вы ходили на Серова? Этот вопрос вот уже несколько недель такой же распространенный, как банальное, как дела. Об этой выставке говорили, кажется, все, но еще больше говорили об очереди, которая жила своей. Отдельно от выставки «Жизнью» и стала самым масштабным ее экспонатом, породившим множество шуток в интернете. Очередь на Серова начала гастрольный тур по России. Дети, рожденные в очереди на Серова, обслуживаются вне очереди. Выход из метро «Октябрьская» перенесут к очереди на Серова. В самой галерее к такому народному творчеству относятся с пониманием. После того, как волна посетителей снесла входную дверь на выставку, здесь вообще ничему не удивляются. Люди, я думаю, начинают воспринимать вот такое искусство, такие выставки, как своего рода отдушину, как какую-то очень важную эмоциональную и эстетическую подпитку, которая позволяет душевно держаться на плаву. Это такой своего рода детокс. Уже на следующий день после закрытия выставки в Третьяковке люди штурмом брали кассы Московской филармонии. Очереди занимали с 7 утра. Пока стояли, изучали программу абонементов. Их в этом году более 200 видов. И по одному такому абонементу можно попасть сразу на несколько концертов. Три года назад я стояла в очереди. Два года назад я стояла 3-2 часа. А сколько вы для себя купили абонемент? Вот для себя лично я купил 11 абонемент. В филармонии к такому ажиотажу, говорят, привыкли. В этом году впервые запустили онлайн-продажи. Но желающих было так много, что сайт рухнул. Несмотря на это, за 4 первых дня удалось продать столько, сколько обычно продают за несколько месяцев. И некоторых абонементов уже не осталось. Публика наелась так называемым попкорном, которым травили последние 20 лет под разделом культура и музыка. В отличие от Вены, Берлина, Лондона и Нью-Йорка, из которых я только сейчас приехал, давал концерты в Карнеги-холле, переполненные залы. Но там можно писать 60 плюс на афише. У нас кардинально другая ситуация. У нас больше половины залов – это молодые люди, молодые лица. Очереди на выставки, концерты или книжные ярмарки. Искусство снова в моде. Одна ночь в музеях собирает почти 800 тысяч человек. И это только в Москве. Посетители хотят не просто смотреть на картины, но и сами их рисовать. Растет интерес и классики. Еще на подходе к частным коллекциям Пушкинского музея, где собраны лучшие импрессионисты, почти ренуаровские зонтики. У тебя к искусству не смыть никаким дождем. Музейщики говорят о новой тенденции, когда предложение просто не успевает за спросом на искусство. На концертах порой заняты все приставные стулья, а в галереях экскурсоводы работают без перерыва на обед. Новые условия требуют новых решений. Например, Третьяковка теперь планирует ввести посещение громких выставок по сеансам. Здесь есть свои положительные моменты, что билеты продаются заранее, онлайн или в кассе. Ты можешь купить билет на четко указанное время. Но ты будешь ограничен во времени, у тебя будет всего два часа. Зарубежный опыт подсказывает. Зрителям этого достаточно, чтобы не спеша осмотреть всю экспозицию. А организаторам такая система поможет контролировать поток посетителей и сохранить двери целыми. Ну вот и все. Сейчас хранители снимают и упаковывают последние картины выставки Валентина Серова. Впрочем, большинство из них отправится ни в зарубежные музеи, ни в частные коллекции. Они проделают путь всего в два километра до здания галереи в Лаврушинском переулке. Ведь 50 картин, которым на этой выставке было не прорваться, входят в постоянную экспозицию галереи. Ну а эти залы начнут готовить к новым событиям. Например, в конце июля стартует масштабная выставка Ивана Авазовского. Среди полутора сотен работ, которые планируется показать, будут и знамениты Черное море и Радуга. Вот они. Эти полотна также находятся в Третьяковке постоянно. И еще есть время, чтобы увидеть их здесь. Совсем без очереди.